МАРИНА ЧЕЛАПКА МАРИНА ЧЕЛАПКА В разные годы это были Кингисепп, Выборг, Тосна, Старая Ладога, Приозерск, Кировск. И вот в этом году мы в Тихвине, в городе воинской славы, в колыбели русской духовной культуры. Кстати, 11 лет назад на этой земле уже проходили областные торжества. Мои коллеги подготовили видеоотчет о том, как в разные годы в разных городах Ленинградская область отмечала свой день рождения. Давайте посмотрим. МАРИНА ЧЕЛАПКА МАРИНА ЧЕЛАПКА МАРИНА ЧЕЛАПКА МАРИНА ЧЕЛАПКА МАРИНА ЧЕЛАПКА На основании решения комиссии были рассмотрены ряд заявок и принято решение в следующий год Ленинградской области провести в Тихвинском районе в городе Тихвин. МАРИНА ЧЕЛАПКА Ну и вот мы с вами в Тихвине. Согласитесь, что каждый раз это очень красивый, очень массовый праздник. У него уже есть свои традиции, но и каждый год при этом есть свои какие-то изюминки. Надо сказать, что город, который принимает на своей земле областное торжество, очень тщательно готовится к этому дню. Не один месяц идет подготовка. Тихвин не стал исключением. И вот мои коллеги проследили за тем, как менялся город, что здесь изменилось, как он готовился к празднику. Давайте посмотрим наш сюжет. Тихвин был охвачен тотальным благоустройством, полностью отдан в руки людей в спецодежде. В каждом микрорайоне что-то красили, строили, клали асфальт. К 1 августа город полностью преобразился. Празднование такого уровня, это по сути дела федеральный праздник. Даже не выходит за рамки региона. Это большая возможность, хорошая возможность, многое сделать для благоустройства города. Такого размаха строительных работ в Тихвине не было лет 40. В общей сложности на комплексное благоустройство потратили больше 100 миллионов рублей. Решили главную проблему города – состояние дорог. На улицах положили новый асфальт, поставили автобусные остановки. Тихвин превратился в город, максимально комфортный для туристов. Здесь появилось несколько туристических маршрутов. Экскурсии будут начинаться с площади Свободы. Ее тоже благоустроили к празднику, сделали ливневую канализацию, заменили коммуникации. На примыкающей к площади Орловской улице теперь есть тротуары. Отреставрированы фасады домов, а под пленкой – засеянные газоны. По этой улице туристы будут спускаться к видовой площадке, чтобы полюбоваться Тихвинским монастырем. Это единственный храм, где хранятся чудотворные иконы. Все остальные чудотворные иконы хранятся по музеям. Рядом с монастырем появилась площадка под парковку на 100 автомобилей. От нее теперь начинается прогулочная зона мимо прудов таборы в парк Рувиль-Сент-Клэр, названный в честь города по братима Тихвина. Здесь теперь фестивальная площадка, а к празднику построили сцену, на которой будут проходить концерты. Активное участие в благоустройстве города принимали и сами жители. Частному сектору администрация выделила материал на установку заборов. И многие тихвинцы, глядя на то, как с каждым днем хорошеет их город, начали приводить в порядок свои частные дома. Я напоминаю, что вы смотрите 47-й канал. Мы ведем прямую трансляцию из Тихвина. Кстати, этот город не случайно называют колыбелью русской культуры. Именно здесь в 1844 году родился великий композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Его симфонии и оперы знают во всем мире, но и мы с вами обязательно их услышим сегодня с этой сцены. Ну а пока мы ждем начало гала-концерта. Я предлагаю посмотреть еще один сюжет. Моя коллега Евгения Малышка приехала в Тихвин накануне и посмотрела, даже немножко подсмотрела, как артисты готовятся к приему гостей. Вот что она увидела. Вот так в Тихвине встречают гостей 25 делегаций. Автобусы со всего региона приедут сюда, на Соборную площадь. Но правда, это только фрагмент репетиции, так что, в принципе, можно пока еще ошибаться. Подождите, подождите! А куда дальше гости-то пойдут? А дальше гостей встречают другие коллективы, которые тоже есть в нашем замечательном городе. И они тоже им поют, подносят хлеб, соль и вместе с ними продолжают празднование. Самое, наверное, сложное будет сориентироваться, кто во сколько приедет, во-первых. Там 25 делегаций. И, конечно, люди на нас могут реагировать по-разному. И раз, два, раз, два, раз, два. Во Дворце культуры репетировали дефиле на пальцах. Так называется номер, который покажет балетная студия. У нас выступление будет. И на стадионе мы еще будем участвовать. В художественной школе в день генеральных репетиций дорисовывали трафареты для мастер-классов. Красочками с этой стороны заполняют, оно высыхает. Переворачиваешь, вставляешь, получается красивое цветное изображение прозрачное. У нас будут размещены палаточки такие, шатры, в которых будет располагаться каждый мастер-класс. И посетители праздника смогут подходить в свободном порядке и участвовать. То есть по собственному желанию. Мы уже будем там находиться к началу праздника. И все это будет происходить в течение всего дня. А еще будет аллея художников. Тихвинские творцы связались с коллегами из других районов. Ленинградской области предложили создать уличный вернисаж в 5-м микрорайоне. За день до праздников в Тихвин привезли около 70 картин. Как там? Направо это куда? Относительно меня или тебя? Так на Орловской улице у пруда Таба ремонтировали аллею зонтиков. Она в два раза больше той, которую в начале лета делали в Петербурге. Они натянуты на тросах, там толрэпами затянут. То есть два троса, они стоят, можно сказать, почти статично. То есть даже если ветер будет сильный, они будут стоять вот так, как сейчас. Парящие зонтики останутся в Тихвине до 5-го августа. Сцена, софиты, жара, изнуряющие репетиции. На каждый коллектив строго по полчаса. Это генеральный прогон концертной программы во Дворце культуры. К вечеру атмосфера накаляется. Опять вообще ничего на твоем лице нету. Ну что это такое-то? Стоишь как обморок. Вообще как обморок. А вы думали, это легко? Это тяжелая работа оправдать название коллектива «Звезда удачи». Там же, во Дворце культуры, но двумя этажами выше, репетировал народный хоровой коллектив «Благовест». Идеально спелись. Коллективу 35 лет. Этот хор выступит на стадионе имени Кирова. Вокалисты подготовили несколько номеров для самого яркого зрелища этого лета. Для гала-концерта. Вы проводите мастер-класс в конце, когда уже отыграет оркестр, когда мы уже подводим итоги всей нашей программы. Ведущая объявляет, что сейчас студия старинного танца «Ренессанс» проводит мастер-классы. Так обсуждали программу мероприятий, которые будут проходить на площади свободы. После прибытия гостей здесь начнутся концерты. Один за другим. Всего разработано три программы. С 11 до 2, с 2 до половины пятого и с 5 до 9 вечера. В какой-то момент зрители смогут стать участниками мероприятия. Студия старинного танца «Ренессанс» и коллектив «Энергия» проведут танцевальный мастер-класс. ПЕСНЯ С 11 до 3, с 2 до 9 вечера. С 11 до 12 лет. ПЕСНЯ Мы, конечно же, не успели показать все коллективы. Впрочем, сегодня вы и так увидите их выступления на концертных площадках города. Итак, мы сегодня в Тихвине. Праздник в честь 88-й годовщины. Со дня образования Ленинградской области начинается все внимание на главную сцену праздника. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Взгляну вокруг и на душе легко И зреет мысль так вольно, широко И сладко песнь в честь Родины поется И кровь кипит, и сердце гордо бьется И с радостью внимаешь звуку слов Я сын Руси, здесь край моих отцов Сияет над волховом радуга И лучами небесной красы Позорить упала старой ладоги Нашей древней столицы Руси А вокруг от Антеки до Балтики Лукоморье родная земля Где живет в леколетия их праздники Ленинградская наша семья Гостям открытая, хлебосольная Красотой новых дел молода Ленинградская область раздольная Для меня ты на свете одна Сын старели посты партизатские Кто зашел над небой страшный бой Бессоветные судьбы солдатские Состорожные отчистки с собой И от первых в стране гидростанций До идущих нам в порт и судов Все как прежде трудом созидается Малых сел и больших городов Гостям открытая, хлебосольная Красотой новых дел молода Ленинградская область раздольная Для меня ты на свете одна Вдохновенное грузом служение У династий российских творцов Ветербург окружен ожерельем Сельских парков усадим творцов Людям выпала буря тревожная Бога душа талантов река Славься край музыкантов, художников Нам тебя воспевать до века Гостям открытая, хлебосольная Красотой новых дел молода Ленинградская область раздольная Для меня всегда открытая Гостям открытая, хлебосольная Красотой новых дел молода Ленинградская область раздольная Для меня ты на свете одна Я напомню, что гимн у нас с вами молодой Услышали мы его ровно год назад Ровно в этот же день, день празднования Дня рождения Ленинградской области Был это в Приозерске Ну а сегодня мы в Тихвине Он гостеприимно встретил делегации Со всей Ленинградской области И не только И я предлагаю сейчас вернуться На главную сцену Где начинается официальная часть Нашего сегодняшнего торжества Дорогие друзья Для приветственного слова На сцену приглашаются Временно исполняющий обязанности Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Сергей Евгеньевич Нарышкин Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации Любовь Павловна Совершаева Председатель законодательного собрания Ленинградской области Сергей Михайлович Пепенин АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич Добрый день, дорогие тихвинцы Добрый день, дорогие гости города Тихвин и Тихвинского района Уважаемые делегации районов, городов и поселков Ленинградской области По большинству экономических и социальных показателей Мы входим в первую десятку субъектов Российской Федерации Так принято, что в день Ленинградской области Мы говорим о двух вещах Первое Какой же будет следующий год? Прошлый год у нас был год детства Этот год, год старшего поколения Следующий год я объявляю годом семьи Именно семья – основа здорового общества Именно любовь к детям Уважение к родителям Забота о стариках – это то главное, что мы должны делать И не случайно мы хотим, чтобы лозунгом следующего десятилетия Был не лозунг «Ленинградская область – территория успеха» А Ленинградская область – территория успешных людей В течение десяти лет мы должны установить социальные стандарты Проживания в Ленинградской области А это значит, что мы должны выровнять уровень жизни В каждом районе Ленинградской области В каждом районе Ленинградской области будут Из расчета на количество проживающих Стандарты по лечебным учреждениям Спортивным учреждениям Домам культуры, библиотекам и многому-многому другому Я считаю, что Ленинградская область набрала очень хороший темп развития Мы действительно можем многое Но для этого нам нужно делать одно Это работать, работать и еще раз работать Каждому на своем месте На производстве В социальной сфере В общественной жизни Участвовать в волонтерском движении Быть неравнодушными жителями своего родного края У нас есть еще одна традиция В день празднования Ленинградской области Мы называем город, где будут проходить следующий день рождения Ленинградской области У нас за это идет борьба Потому что каждый город получает дополнительное финансирование Из областного бюджета И как хорошая хозяйка или хозяин Прихорашивается к празднику И мы сегодня это видели, гуляя по городу Тихвино Я хочу сказать, что следующий год Ленинградской области пройдет в городе Сланцы Последние годы мы отдаем долги дальним территориям И не случайно, по итогам трех лет Самая высокая бюджетная обеспеченность на одного жителя Это в Подпорожском и Ладынопольских районах Мы сегодня видим, как развивается Луга Мы хотели бы следующим годом, годом Ленинградской области В городе Сланцы придать новый импульс развитию Сланцевского района Уважаемые друзья Я вас всех искренне поздравляю с праздником С днем нашей любимой Ленинградской области Счастья, здоровья и успехов Ленинградская область – это область успешных людей Дорогие земляки, ленинградцы, уважаемые гости праздничных торжеств Я также искренне поздравляю всех вас с очередным юбилеем С годовщиной образования нашей родной Ленинградской области Сегодня этот праздник проходит в городе Тихвине В старинном и славном русском городе Нынешняя годовщина образования Ленинградской области Проходит в год 70-летия юбилея Великой Победы В которую жители Ленинградской области Внесли свой героический и очень чувствительный вклад В этом году исполняется 5 лет с тех пор, как городу Тихвину Был присвоен статус города воинской славы А совсем недавно отмечался 500-летний юбилей Знаменитому Успенскому монастырю города Тихвина Жемчужине русской архитектуры и одному из центров нашей духовности Всей своей истории город Тихвин, Ленинградская область И все наше отечество доказало, что наш народ умеет защищать то, во что верит Верит и то, что ценит И никакие разбойничьи санкции одной или группы западных стран Не помешают нам идти избранным путем И не заставят нас отступиться И от нашего права строить свободную и достойную жизнь Нынешний год это не только год знаменательных юбилеев Это еще и год выборов И мы вместе и обсуждаем И формируем планы дальнейшего развития Ленинградской области И вместе будем эти планы осуществлять И в этой связи очень важно, чтобы был услышан голос каждого Голос каждого жителя Ленинградской области и каждого избирателя Я уверен в том, что в новый этап своего развития Ленинградская область возьмет все лучшее Будут продолжены начатые проекты И Ленинградская область добьется значительных успехов по всем направлениям И что важно, это почувствуют в каждом городе В каждом поселке, в каждой деревне Ленинградской области Я поздравляю всех моих земляков, ленинградцев С днем рождения нашей замечательной Ленинградской области Добрый день, дорогие друзья День сегодня действительно добрый Потому что у самого любимого региона Северо-Запада У одной из самых успешных и развивающихся территорий России Ленинградской области день рождения И конечно, эту дату не мог обойти вниманием И полномочный представитель президента В Северо-Западном федеральном округе Владимир Владимирович Булавин Который направил ваш адрес приветствия И я с удовольствием вам его зачитаю Дорогие жители Ленинградской области Поздравляю вас с 88-й годовщиной Со дня образования Ленинградской области Символично, что в этом году Праздничные торжества проходят в Тихвине С древних времен, стоявшем на страже Северных границ русского государства В его биографии и облике Отразились все важнейшие и героические страницы Истории Ленинградской области Все грани ее вклада в становление России Великолепный Успенский мужской монастырь С возвращенной Тихвинской иконой Божьей Матери Один из символов расцвета русского православия Восстание против шведского владычества в 1613 году И Тихвинская наступательная операция 1941 года Принесли городу высокое звание Города воинской славы Экономическую мощь Отечества Олицетворяют промышленные предприятия Тихвина А символом уверенного поступательного развития Ленинградской области в наше время Стал построенный в последние годы Крупнейший в Европе вагоностроительный завод Как и Тихвин, сегодня Ленинградская область Продолжает творить историю Обозначая новые точки роста Портовые комплексы в услуге и приморские Нефть и газопроводы Инновационные производства промышленности И сельском хозяйстве Все это создается трудом Нынешнего поколения жителей области Потому что на этой земле Живут и трудятся целеустремленные Решительные И искренне любящие свою страну люди Желаю всем жителям Ленинградской области Успехов в созидательном труде Счастья и благополучия С праздником вас, дорогие друзья! Уважаемый Александр Юрьевич, Сергей Евгеньевич Уважаемые почетные граждане Ленинградской области Гости Уважаемые друзья От законодательного собрания нашей области Я хочу сказать добрые слова В день дня рождения нашего региона Всем, кто активно работает И участвует в достижении тех результатов С которыми мы сегодня подошли к этому дню Эта высокая оценка дается нам И руководством нашей страны Но самое главное Эту работу высоко оценивают И наши избиратели Жители Ленинградской области И главным результатом И главным достижением Нашей работы За последние годы Является то, что В области сформировалась команда Профессионалов-единомышленников На муниципальном и региональном уровне Это законодательная и исполнительная власть Которая работает для того Чтобы жители оценили эти результаты Увидели наши достижения И при их поддержке Мы сможем сделать и гораздо больше И я уверен Что именно эта команда Которая трудится на благо нашего региона К следующему дню рождения Ленинградской области Сможет показать еще более высокие результаты И это оценят наши жители С днем рождения Ленинградской области Здоровья всем Счастья и уверенности в завтрашнем дне Мы ведем прямую трансляцию с Тихвина Я не устаю повторять Что именно здесь сегодня Мы празднуем день рождения Ленинградской области 88 лет со дня ее образования Праздник продолжается Ну а я предлагаю вам посмотреть сюжет Моей коллеги Анастасии Садчика Она сегодня рано-рано утром приехала в Тихвин И посмотрела, как город встречал гостей Как и полагается на дне рождения Праздник начинается с прихода гостей В Тихвин же районные делегации привозят автобусами Первыми прибыли жители Волховского, Кингисепска, Владинокольского районов А вот и следующее Здравствуйте Здравствуйте Вы откуда? Из-под Порожья Из-под Порожья Далеко вы находитесь? Расскажите, как дорога? Хорошая дорога Вы ехали в половине шестого Ехали замечательно, песни пели Что пожелаем Ленинградской области? Ленинградской области процветания пожелаем Развития Развития, процветания Чтобы все у нас было так же стабильно И еще даже лучше Делегации со всех районов Ленинградской области Приходят сюда На фестивальную площадку в 5-й микрорайон Встречают их не только хлебом с солью На сельскохозяйственную ярмарку Предприятия 47-го региона Привезли свою продукцию Здравствуйте Вы Откуда приехали? Что привезли? Город Сосновый Бор Вот, пожалуйста, вся наша продукция Можно что-то попробовать? Конечно, пожалуйста Вот Как видите? Ну и как? Сладко Для тех, кто боится набрать вес, прогулявшись по сельскохозяйственной ярмарке Рядом со стадионом появилась новая площадка Площадка необычная Предназначена она для воркаута Это современный вид спорта Открывали площадку, вы не поверите, Александр Дрозденко и... Снимайте! Отпускайся! Очень приятно и даже, с одной стороны, неожиданно, что первыми в этом проекте проучаствовала Ленинградская область, а не московская Большое вам спасибо за то, что поверили в наш проект За последние три года сделаем серьезный прорыв по строительству спортивных объектов Как открытых спортивных объектов, так и открытых спортивных объектов И мы уже входим в первую пятерку с объекта Северо-Запада И наша задача до конца 17-го года войти в первую тройку Раз, два, три, поехали! Опа! Новая, современная, многофункциональная площадка для воркаута Это первая в Ленинградской области площадка для воркаута В ближайшие пять лет появится еще 20 таких Спасибо большое Анастасии! Она продолжает работать в Тихвине Все ее видеоотчеты вы сможете увидеть в эфире 47-го канала уже в понедельник А сейчас я предлагаю вернуться на главную сцену Там начинается церемония награждения почетных граждан Ленинградской области Это еще одна добрая традиция в нашем регионе Внимание на сцену! Ленинградской области Постановлением Законодательного собрания Ленинградской области От 26 июня 2015 года номер 800 Присвойно звание почетный гражданин Ленинградской области Лабутину Павлу Алексеевичу Депутату Законодательного собрания Ленинградской области Работающему на постоянной основе Уважаемый Павел Алексеевич, мы просим вас подняться на сцену Павел Алексеевич Лабутин более 40 лет посвятил военной службе Восемь лет занимал должность начальника штаба первого заместителя командующего Ленинградского военного округа Работал советником генерального директора общества с ограниченной ответственностью Лукойл Северо-Запад нефтепродукт Высокий профессионализм, активная жизненная позиция, ответственность, самоотдача, уважительное отношение к людям Это качества, которые послужили избранию Павла Алексеевича в марте 2007 года Депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Павел Алексеевич Лабутин, член фракции Единая Россия При его непосредственном участии приняты областные законы, направленные на защиту прав человека Соблюдение законности, правопорядка и безопасности граждан На решение социальных проблем военнослужащих Павел Алексеевич награжден орденами Красной Звезды За личное мужество, за военные заслуги и двадцатью восьмью медалями Служу России, служу Ленинградской области Уважаемый Александр Юрьевич, уважаемые товарищи, дорогие друзья Сегодня для меня очень особое, очень волнительное событие Обращаясь ко всем присутствующим, я говорю Огромное спасибо за оказанную мне честь и высокое доверие От всего сердца, от всей души я выражаю слова глубокой благодарности Губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дрозденко Из рук которого я только что получил столь высокую награду Председателю законодательного собрания Бебенину Сергею Михайловичу И всем моим коллегам по депутатскому корпусу Отдавшим и в том числе и не отдавшим свои голоса В рейтинге голосования по моей кандидатуре Самые лучшие годы своей жизни я отдал служению Отечеству России Которую безгранично люблю Которой свято горжусь Родина отдала мне все Образование, возможность осуществить военную карниру Я генерал-полковник Награжден четырьмя орденами Более чем двумя десятками медалей Дважды минным оружием Но и я свою родину Россию Оберегаю Оберегал, не жалея своего живота Я никогда в жизни не был Обуза или нахлебником И свой кусочек хлеба я отрабатывал Исполнаю даже с лихвой И сегодня получив столь высокое звание Я заверяю всех вас Что честь и достоинство почетного гражданина Ленинградской области Я не посрамлю никогда Ни при каких обстоятельствах И буду нести это высокое звание по жизни С великой гордостью и с большим уважением Я не хлебороб Но самые светлые, самые теплые воспоминания Связаны с деревней, с землей И ее вечными тружениками Никогда не забуду натруженные от тяжелой крестьянской работы Обозолистые руки моих родителей Отдавшие всю свою жизнь Работе на колхозном поле И сегодня в этот большой и светлый праздник День образования Ленинградской области Я не мечтаю Я глубоко уверен Что труд крестьянина Труд работника села Вновь станет нужным и почетным Я хочу, чтобы на прилавках магазинов Рынков была только наша российская картошка Наша земель и петрушка И огурчик, помидорчик Выращенный в собственном огороде Собственной грядке Продавала наша русская бабушка Наш российский производитель А не рвачи и перекупщики Я хочу, чтобы добрый кусочек свинины или говядины Смог купить у своего труженика А не перемороженную кенгурятину Из далекой Австралии Именно сегодня Такой исторический момент истины Шанс возрождения хлебороба Села русской деревни наступил И мы ни в коем разе не должны его упустить Наши мудрые предки назидали нам Что только настоящей заботы о людях Без истинной любви к ним не бывает В годину великих испытаний Только всем миром Проникнутые истинной любовью К нашей родине России Родной русской земли Мы непобедимы Я глубоко уверен, что на пороге тот день, тот час Когда в России будет праздник И на нашей сельской улице Когда и прежде на Руси Сельский труженик будет, как хлеб всего голова С праздником, счастья, здоровья, успехов Павел Алексеевич, мы гордимся вами Примите наше поздравление Постановлением законодательного собрания Ленинградской области От 26 июня 2015 года Номер 801 Присвоено звание Почетный гражданин Ленинградской области Ярову Юрию Федоровичу Советнику генерального директора Открытого акционерного общества Завод Буревестник Трудовую деятельность в Ленинградской области Юрий Федорович Яров начал в 1968 году Заместителем начальника цеха завода Буревестник Занимал ответственные должности В Гатчинском горкоме партии Работал председателем исполкома И председателем Ленинградского областного совета Народных депутатов Заместителем председателя Верховного совета Российской Федерации И заместителем председателя Правительства Российской Федерации Профессиональные опыты знания Юрия Федоровича, его энергия, твердость и принципиальность были направлены на поддержку судостроительной промышленности, сохранение и развитие ресурсов судостроительной отрасли. В период руководства Юрия Федоровича заводом «Буревестник» предприятие имело большие темпы развития, стремительно наращивало свой потенциал. Многие годы посвятил Юрий Федорович развитию города Гатчина и всей Ленинградской области. Его заслуги по достоинству отмечены государственными, ведомственными, региональными и общественными наградами. Юрий Федорович награжден орденами «Знак почета» Трудового Красного Знамени за заслуги перед Отечеством 4-й степени «Дружбы почета». Дорогие друзья, мы от всей души, от всего сердца искренне поздравляем вас с получением звания почетный гражданин Ленинградской области. Уважаемый Александр Юрьевич, Сергей Михайлович, позвольте прежде всего, уважаемые друзья, поблагодарить законодательное собрание его депутатов за присвоение столь высокого звания. Поблагодарить за то, что доверие, которое сегодня оказано, и, конечно, поблагодарить всех своих соратников, друзей, коллег, с которыми нам пришлось пройти вместе путь сложный, но очень важный первых лет становления молодой России. Я сегодня могу благодарить свой коллектив завода «Буревестник», гатчинцев и гатчинского района, признателен и благодарен Лужанам и Сланцевского района жителям, которые доверили в свое время мне высокое звание носить народного депутата России. Это значит, говорит о том, что мы в Ленинградской области действительно достойно несем это. И люди наши, это самое наше большое богатство, которое позволяет говорить и гордиться нами теми успехами, которые были у нас в Ленинградской области, и сегодня гордиться теми успехами, с которыми пришла наша область к этому дню области. И безусловно, я думаю, уверен в том, что мы под руководством наших замечательных людей, которые вот здесь возглавляют сегодня область, и впредь сможем решать самые сложные задачи, которые стали перед страной. Не самое легкое время, вновь испытания достаются нашей России. Это значит, и мы, труженики Ленинградской области, и жители, сумеем внести свой вклад для того, чтобы Россия выстояла, вышла окрепшей и объединенной, и для того, чтобы показать всему миру нас не сломить. Позвольте пожелать всем вам, в вашем лице всем жителям нашей Ленинградской области, счастья, благополучия, новых свершений на благо нашей Родины, мирного неба над головой. С праздником вас, дорогие земляки! Спасибо вам большое! Спасибо! Мы поздравляем вас с этими заслуженными, достойнейшими, такими почетными наградами. Солнечных улыбок и яркого праздничного настроения вам желают юные таланты Ленинградской области! Если дождь без мною, гости к нам идут, будут веселее радуги и веки, И с живой водою землю дождь прольет, и простую песню пропоем. Вместе будем на планете, парам-пам-парам, взрослые и дети с доброй песней. Вместе будем жить на свете, радость будет нам, если мы с тобою будем вместе. Если мы с тобою будем вместе. Если вновь и капли нам капель поет, как подснежник песня рассветет от солнца, Маленький кораблик снова поплывет, словно настоящий пароход. Вместе будем на планете, парам-пам-парам, взрослые и дети с доброй песней. Вместе будем жить на свете, радость будет нам, если мы с тобою будем вместе. Если мы с тобою будем вместе. Верстнет в небе птицы, солнечные дни, будут нашу песню петь по белу свету. Вырастет пшеница, оживет родник, и счастливым станет каждый вид. Вместе будем на планете, парам-пам-парам, взрослые и дети с доброй песней. Вместе будем жить на свете, радость будет нам, если мы с тобою будем вместе. Если мы с тобою будем вместе. Вместе будем на планете, парам-пам-парам, взрослые и дети с доброй песней. Вместе будем на планете, парам-пам-парам, взрослые и дети с доброй песней. Вместе будем жить на планете, парам-пам-парам, взрослые и дети с доброй песней. Вместе будем на планете, парам-пам-парам, взрослые и дети с доброй песней. Вместе будем жить на свете, радость будет нам, если мы с тобою будем вместе. Если мы с тобой будем вместе. Дорогие друзья, мы сегодня действительно все вместе, потому что все дороги ведут в Тихвин. И мы рады приветствовать на празднике соотечественников пятого форума имени Александра Невского. И гостей из 22 стран мира. Тихвин. Один из родников русской культуры. Невероятная природная красота и духовность этих мест воспитала великого композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, чей музыкой мы наслаждаемся сегодня. Здесь он родился и впервые проявил музыкальные способности. Атмосфера этих мест вдохновляла композитора на создание знаменитых опер, наполненных народными напевами и таинственностью русских сказок. Тихвин по праву считается культурным и духовным сердцем Ленинградской области. В одном из старейших храмов России, Успенском соборе, который в этом году отмечает свое 500-летие, хранится уникальная реликвия, Тихвинская икона Божьей Матери. Предания говорят о многих чудесах, которые являла миру эта икона. Она почитается как защитница северо-западных рубежей нашей страны. И совсем недавно мы отметили еще одно важное событие духовной жизни Ленинградской области. В городе Никольское Тоснинского района состоялся грандиозный праздник, посвященный 775-летию Невской битвы. На месте, где юный князь Александр Ярославич молился перед великим сражением, был заложен камень в основании храма во имя святого благоверного князя Александра Невского. Непостижимое чудо русской души проявляется в прекрасной музыке, вдохновленной этой землей. Вы, слушайтесь в нее, эта музыка звучит из самого сердца нашей великой России. КОНЕЦ 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 Актер Большого Драматического Театра имени Товстоногова, заслуженный артист России Михаил Морозов. КОНЕЦ Славься, Русь, святая и земная, в бурях бед и в радостях побед. Ты одна на всей земле такая, и тебя дороже нет. Ты полна любви и силы, ты раздольна и вольна. Славься, Русь, великая Россия, наша светлая страна. Русь моя всегда за все в ответе. Для других ты не щадишь себя. Пусть хранят тебя на белом свете правда, вера и судьба. Славься, славься, Русь моя, славься ты, русская наша земля, забудет победить веков сына, любимая наша родная страна. Славься, славься, из рода в род, славься, великий наш русский народ, страну посевнувшим на край родной, роди беспощадной, могучей рукой. Слава, слава героям, бойцам, родимым нашей, отважным сынам, кто пройдет отчизну свою в район, того никогда не забудет народ. Пусть жив, пусть здрав, весь наш грань. Самый главный для всей нашей страны праздник 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот праздник мы отметили в этом году. Масштабные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате, прошли в городах Ленинградской области, где каждая семья хранит память о своем герое, сражавшемся за Родину. И каждая пять этой земли пропитана потоми кровью наших героических дедов, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. В Ленинградской области проходили самые ожесточенные и кровопролитные бои в истории Второй мировой войны. Но города выстояли и сумели победить врага. В этом году почетное звание Город воинской славы было присвоено Гатчине. Прежде его удостоились Луга, Выборг и Тихвин. Слава героям Ленинградской земли, ковавшим и приближавшим день Великой Победы! Дорогие ветераны, мы от всей души благодарим Вас и помним Ваш бессмертный подвиг во имя жизни на земле. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 В этом году в Ленинградской области произошло поистине историческое событие. На берегу Ладожского озера у монумента, который символизирует разорванное кольцо вражеской блокады, зажегся вечный огонь. Огонь дороги жизни, как его называют. Наша телекомпания вела трансляцию. Давайте посмотрим, как это было. Вечная огня дороги жизни. С воплощением памяти о подвиге, совершенном во имя России. Вечный огонь, зажженный на Пискаревском кладбище, пройдет по всей дороге жизни. Вечный огонь. Передать. Ура! Ну и третий. Ура! Ура! Холода, тревоги, да степной бурья. Ура! 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 Фасады домов. Тихвин стал одновременно и старым и молодым городом. Я поздравляю, прежде всего, жителей города Тихвина, которые очень много сделали для того, чтобы праздник состоялся. Я поздравляю всех жителей Ленинградской области, всех нас с днем рождения нашей любимой Ленинградской области. Александр Юрьевич, ну раз мы сегодня в Тихвине находимся, он так радушно нас принимает, очень любят этот город и туристы, очень любят этот город паломники, да и вообще просто жители приезжают сюда из Ленинградской области, из соседних городов. Поделитесь честно, вот лично у вас есть какое-то особое место здесь, вот в этом городе? У меня есть одно особое место, с ним очень много меня связывает. Это Успенский собор Тихвинского Богороднического мужского монастыря, где находится икона Тихвинской Божьей Матери. Когда в 2012 году я стал губернатором, первая поездка, так получилось, оказалось у меня в городе Тихвин, я приложился к иконе Тихвинской Божьей Матери и ровно через год, я сам этого не зная, проезжая из города Волхова, мне предложили заехать в Тихвин. Я заехал и попросил отвезти меня к иконе, и когда я к ней приложился, настоятель мне сказал, Александр Юрьевич, а вы знаете, что ровно день в день, ровно год назад вы были у нас, то есть символично, что ровно вот день в день, не подгадывая, не думая даже об этом, я вот оказался у иконы. Конечно, это очень символично. Я очень люблю малые города России, и Тихвин, и Тосна, и Тингисеп, и Сланц, и многие другие. В них сохранилась душа России, в них сохранились чистые, открытые люди, а самое главное, это люди, которые очень любят свою малую родину Ленинградскую область. Александр Юрьевич, ну и собственно говоря, мы с вами год назад, ну так принято в день рождения, подумать, подвести какой-то такой промежуточный итог, мы с вами это делали год назад, давайте традицию сохраним. Как год прожила Ленинградская область? Какие ключевые моменты? Год был очень успешен для Ленинградской области, мы действительно по праву сегодня называем Ленинградскую область, Ленинградскую область территорией успеха. У нас один из самых сильных бюджетов в Российской Федерации, это очень важно, поэтому мы не сокращаем бюджет, не сокращаем социальные программы. Более того, мы с 1 сентября будем проводить индексацию по уровню инфляции всех социальных выплат, у нас растут экономические показатели, у нас нет безработицы, она осталась ровно на том же уровне, какая и была в 2014 году. Для нас сегодня другая задача, для нас нужен другой лозунг. Ленинградская область это субъект успешных людей, не территория успеха, а субъект успешных людей. Нужно, чтобы каждый житель почувствовал, что он живет в успешной Ленинградской области. Мы в течение 10 лет хотим привести к единому стандарту все города и поселки Ленинградской области, чтобы любой наш гость, приезжая в Тихвин, либо в Подпорожье, либо в Пикалево, либо в Сланце, везде видел одинаково ухоженные газоны, чистые ровные дороги, тротуары, одинаковые красивые дома культуры, библиотеки, поликлиники, дворцы спортов. Вот это должно быть в каждом городе, я это называю единый социальный стандарт. И второе, мы должны уже через 3 года сделать Ленинградскую область такой, чтобы в Ленинградской области не было бедных людей. Мы не хотим, чтобы в Ленинградской области были какие-то особые богатые люди. Мы не хотим, чтобы в Ленинградской области не было бедных. Мы хотим, чтобы каждый житель Ленинградской области имел гарантированные выплаты на уровне проживающего минимума. Независимо от того, на пенсию он, на пенсии по инвалидности, либо ребенок живет в неполной семье, либо мама-одиночка. Все они должны иметь гарантированный экономический социальный доход. С тем, чтобы они чувствовали себя уверенно, уверенно в завтрашнем дне. Мы будем строить жилье, мы строим детские сады, мы будем строить школы и многое другое. Мы в себе уверены, мы крепкая, сильная Ленинградская область. И я счастлив, что я живую работу в Ленинградской области. Александр Юрьевич, еще раз с праздником вас, спасибо вам большое. Я напомню, что с нами был временно исполняющий обязанности губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко. Ну и он сказал нам сегодня о своем любимом месте в Тиквине, это Успенский собор. Поэтому предлагаю посмотреть о юбилее этого собора сюжет моего коллеги Алексея Спиричева. Дорогие друзья, в сегодняшнем праздничном концерте... Вот он, Успенский собор в центре с серыми куполами. Это самое старое и самое первое каменное здание в городе. Его построили в 1515 году. За основу архитекторы взяли образец Успенского собора в московском Кремле, авторство Аристотеля Фиараванти. И не ошиблись. С момента появления собор считается архитектурной жемчужиной Тихвина. Храм реликварии был построен для чудотворной иконы Тихвинской Божьей Матери. По преданию, в 14 веке ангелы принесли ее из Константинополя сначала к Ладожскому озеру, а затем на берег реки Тихвинки. С тех пор монастырь ставится пристанищем паломников, которые приезжают сюда отовсюду, чтобы прикоснуться к святыне. Помогала. Помогала она мне. Много раз помогала. У меня муж пришел из Чернобыля. Пришел очень такой болезненный. Я молилась на коленях. Ночью просила Матери Божьей помощи. И Матерь Божья ей помогла. Трагические события начала 20 века на десятилетие разлучили святыню и монастырь. После закрытия Успенского собора икона была отправлена в музей, а Великую Отечественную вывезена из страны. Оказалось, в США хранил ее чикагский епископ Иоанн. Перед смертью завещал вернуть икону домой, когда православие вернется в Россию. Когда в народе появилось желание свою свободу подчинить закону Божьему, и началось восстановление храмов и монастырей, вот тогда Царица Небесная вернулась на землю русскую. Юбилей Успенского собора в монастырском музее экспозиция об истории жизни иконы и храма. Историки говорят, Успенский собор не только духовный центр России и уникальный памятник архитектуры, это еще и шедевр монументальной настенной живописи. Изначально Успенский собор не имел росписи, и в ней появились впервые только в конце 17 века и были выполнены тихвинскими мастерами. Затем в 18 веке храм расписывался в начале 18 века новгородскими мастерами, а в конце 18 века ярославскими. На юбилеях тихвиней лучшие звонари из Москвы, Новгорода, Ярославля, Петербурга. На восстановленной колокольне храма Иова многострадального все дни торжеств исполняли музыку русского неба. Звонарь должен это чувствовать, особенно когда большой колокол, и мы отсюда от его пения находим верный ритм, чтобы дать ему высказаться, то есть не загонять его там, предположим, а дать ему пропеть. Главное украшение вечернего тихвина – подарок для жителей и гостей, красочное световое шоу. Около полуночи монастырские стены превратились в гигантский экран для грандиозного лазерного представления. Об истории обители и чуде-явлений тихвинской иконы Божьей Матери, покровительницы верующих и символе возрождения русской земли. Божьей Матери Вы смотрите 47 канал. Мы ведем прямую трансляцию из тихвина, которую на своей гостеприимной земле сегодня принимают всю область и не только. Мы празднуем день рождения Ленинградской области, 88 лет со дня ее образования. Ну и прямо сейчас на главной сцене нашего торжества легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы». Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня, все, о чем тревоги и мечты, это все, это все ты. Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня, все, что я зову своей судьбой, связано, связано только с тобой. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с днем рождения Ленинградской области! Счастья вам, радости и любви! Да здравствуй, Ленинградская область! Ура! И не грусти, ты зря не грусти, когда вдруг станет беда на пути, с бедой я справлюсь, любовь храня, ведь у меня, есть ты у меня, все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой, связано, связано только с тобой. Лишь с тобой, 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 лишь с тобой. В мире, где кружится снег шальной Где моря грозят крутой волной Где по долгу добрую ждем порой мы есть Чтобы было легче в трудный час Очень нужно каждому из нас Очень нужно каждому знать, что счастье есть Мы желаем счастья вам Счастья в этом мире большом Как солнце по утрам Пусть оно закутит в дом Мы желаем счастья вам И оно должно быть таким Когда ты счастлив сам Счастьем поделись с другим В мире, где ветрам покоя нет Где бывает облачным рассвет Где в дороге дальней нам часто снится дом Нужно им грозу и снегопад Чтобы чей-то очень добрый взгляд Чей-то очень добрый взгляд Согревал тепло А ну попробуйте сами Три, четыре Мы желаем Счастья вам Хорошо И в мире большом Как солнце по утрам Пусть оно закутит в дом И еще Мы желаем счастья вам И оно должно быть таким Идем Когда ты счастлив сам Счастьем поделись с другим Мы желаем счастья вам Счастья в этом мире большом Как солнце по утрам Пусть оно закутит в дом Мы желаем счастья вам И оно должно быть таким Когда ты счастлив сам Счастьем поделись с другим Мы желаем счастья вам Мы желаем счастья вам Мы желаем счастья вам Наши старые, добрые, верные, преданные друзья Ансамбль Самоцветы Молодые Вечно молодые Дорогие друзья Пусть будет счастье Пожелали нам ансамбль Самоцвета Значит так тому и быть А Ленинградская область Потому что это современный Стремительно развивающийся регион И здесь большие возможности Да, здесь большие возможности Для реализации любой идеи И воплощения самой заветной мечты И достойным подтверждением Этому служит преуспевающая Молодежь Ленинградской области Молодые спортсмены, ученые, музыканты и танцоры Квалифицированные специалисты Агропромышленного комплекса Успешные предприниматели Они – будущее региона Будущее России И вот сейчас на эту праздничную сцену Выходит молодежь Ленинградской области На сцене автор и исполнитель песни Рожденные на Ленинградской земле Борис Демин Величавый звон церквей Гладь озер и ширь болей Стоит птица над поселками рыбацкими Мы гордимся тем, что здесь Будешь ты была и есть Часть России Наша область Ленинградская Километры дорог Нашей жизни исток Снова небо бескрайнее и синее Здесь родиться и жить Эту землю любить На просторах великой России Воплощенная мечта Новых строек высота Здесь народов вековая дружба Братская Выбор посланный судьбой Мы едины мы с собой Мы едины мы с собой Место счастья Наша область Ленинградская Километры дорог Нашей жизни исток Снова небо бескрайнее и синее Здесь родиться и жить Эту землю любить На просторах великой России Год от года день за днем Мы надеждою живем Наша молодость искрится Солнце красками Здесь мой дом Моя семья Где родились ты и я Где поем с тобой Про область Ленинградскую Километры дорог Нашей жизни исток Снова небо бескрайнее и синее Здесь родиться и жить Эту землю любить На просторах великой России Километры дорог Нашей жизни исток Снова небо бескрайнее и синее Здесь родиться и жить Эту землю любить На просторах великой России Километры дорог Нашей жизни исток Снова небо бескрайнее и синее Здесь родиться и жить Эту землю любить На просторах Великой России Киева, метр и дорог Наши жизни исток Снова небо бескрайне и синее Здесь родиться и жить Эту землю любить На просторах Великой России Место счастья Наша область Ленинградская Спасибо! Дорогие друзья, вас поздравляет Народная артистка России Очаровательная, всеми любимая Валерия! Капелька и небо Капелька и небо Капелька и света Между строчек чистого листа И найти ответа на вопрос Выше, чем любая высота В которой ты меня унес Мечтой хрусталью Цвета расстраивала В моих сияющих глазах И звезды дальние Горят желанием Послушай, я хочу сказать Капелька и небо Лягу на твою ногу Пыль устанет небо И сон исполнится любовь Капелька и света На ресницы кладу И зимою в лето За собою уведу Все печали Метер унесет Тишина разбудит все слова Что должно быть Все кто изойдет Потому что ночь всегда крова Мечтой хрусталью Слеза расстраивала В моих сияющих глазах И звезды дальние Пыль устанет небо И сон исполнится любовь Капелька и света На ресницы кладу И зимою в лето За собою уведу Капелька и неба Капелька и света Уведу Уведу Капелька юнел Капелька юнел Капелька юнел Капелька и света на ресницы в угадку. Капелька и света на ресницы в угадку. Капелька и света на ресницы в угадку. Огромная честь быть сегодня здесь на вашем празднике. Я поздравляю жителей Ленинградской области с 88-летним днем рождения. Ленинградская область известна своей славной историей. Я от всей души вам желаю такого же достойного ее продолжения. Процветания, счастья, благополучия каждому из вас. Как известно, все успехи достигаются только общими усилиями. Только тогда, когда мы объединяемся все вместе. И у меня сейчас для вас песня, которая так и называется. Мы вместе. Давайте вместе ее споем. Мы вместе. 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 Пусть всегда рядом будут дорогие и близкие вам люди. Мы вместе. 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 Еще раз с днем рождения, я хочу поздравить вас С 88-летием Ленинградской области Будьте счастливы, здоровья вам, любви И никогда не унывайте, не отчаивайтесь, что бы ни случилось Нужно верить, надеяться, любить и не вешать нос Вместе! Не вешать нос Хорошо! Гардеварины, дурная жизнь И хороша Едины парус и душа Едины парус и душа Судьба и Родина Едины! Мы едины и непобедимы! А сейчас за огромной радостью я хочу пригласить на эту сцену Со своим поздравлением мою любимую актрису, певицу, народную артистку России Ларису Долину! Здравствуйте, с праздником! Вечная любовь Вечная любовь Верны мы были ей Но время зло Для памяти моей Чем больше дней Глубже рано в ней Все слова любви В измученных сердцах Слились в одно предание Без конца Как поцелуй И все тянется давно Ты уйти не смог Прощаясь навсегда И видит Бог Надеясь, что когда Я увижу вновь Эту мою любовь И дам я клятву вновь Вечная любовь Всесильной быть должна Ей путь один Сквозь отведет она Минуя мрак И туман Туман Обман Вечная любовь Верны мы были ей Но время зло Для памяти моей Чем больше дней Глубже рано в ней Все слова любви Безумный крик сердец Слова любви И слезы наконец Приют для всех Уже Прожитых у тех Зорька Рассветет И в сумраке ночном Умрет Уйдет Но живет потом И все вернет Блаженный летний снов Из вечной Из вечной Летний Зной Вечная любовь Живу, чтобы любить До слепоты И до последних дней Один лишь ты Жить Жить Любя Тебя 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 Поехали 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 Есть я и ты А все что кроме Легко уладить С помощью зонта Есть я и ты А все что кроме Легко уладить С помощью зонта У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Скажи мне всё, а если будет поздно То виноваты будем только мы Главней всего погода в доме А всё другое суета Есть я и ты, а всё, что кроме Легко уладить с помощью зонта Есть я и ты, а всё, что кроме Легко уладить с помощью зонта Главней всего погода в доме А всё другое суета Есть я и ты, а всё, что кроме Легко уладить с помощью зонта Есть я и ты, а всё, что кроме Легко уладить с помощью зонта Легко уладить с помощью зонта Как воспеть эту землю Под высокими зорями С песней белого севера С небом юга лазоревым С тем, что в сердце прописано И вовек не стирается Над седыми курилами Новый день загорается Света тебе и радости Мира и благоденствия Верных друзей хороших Солнечных дней в судьбе Желаю тебе, земля моя Желаю тебе, земля моя Высокого неба я снова И счастья желаю тебе Желаю тебе, земля моя Желаю тебе, земля моя Высокого неба я снова И счастья желаю тебе Как воспеть эту землю Всё, что прожито, пройдено Всё, что в будни праздники И именуется Родиной Со степями широкими С перелётными стаями С городами далёкими Молодыми и старыми Света тебе и радости Мира и благоденствия Верных друзей хороших Солнечных дней в судьбе Желаю тебе, земля моя Желаю тебе, земля моя Высокого неба я снова И счастья желаю тебе Желаю тебе, земля моя Желаю тебе, земля моя Высокого неба я снова И счастья желаю тебе Все мечты и тревоги Все надежды приемлю Потому что всем сердцем Я люблю эту землю Где мой след не рассеется Что со мною не станется Это где-то поселится Это в чём-то останется Света тебе и радости Мира и благоденствия Верных друзей хороших Солнечных дней в судьбе Желаю тебе, земля моя Желаю тебе, земля моя Высокого неба я снова И счастья желаю тебе Желаю тебе, земля моя Желаю тебе, земля моя Высокого неба я снова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, бриллиантовый рост и бью сыплются поздравления от всех гостей, которые выходят на эту сцену в адрес жителей Ленинградской области и вашего прекрасного руководителя. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, а там за кулисами тоже жарко, как, впрочем, и здесь на сцене. Потому что и сейчас на этой сцене появится свой летящий, такой, знаете, молодой, очень живой походкой человек, с которого я представляю с особой теплотой. Потому что он сумел проторить дорожку к сердцу каждого из нас. Его любят и знают все. И офицеры, и ясаулы, и моряки, и морячки, и девушки, и дети. Встречайте. Народный артист России, поэт и композитор Олег Газманов. АПЛОДИСМЕНТЫ Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Небеса мои светлые и подруги советные. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, друзья. Вот это, знаете, счастье народного композитора, знаете в чём? Вот народные песни — это когда народ поёт, а композитор отдыхает. Но я отдыхать не буду, у меня сегодня небольшое, к сожалению, количество песен. Надеюсь, с двухчасовым концертом как-нибудь приехать. Но я сейчас хочу спеть одну песню, надеюсь, вы мне тоже подпоёте. Кстати, сегодня в концерте целых два народных артиста, у которых станции. Причём всё это началось... Да, Валерия и я. Всё это началось после песни, которую я сейчас пою. И эта песня посвящена моей родине, стране, которая победила фашизм, памяти наших предков. Сделан в СССР! Выше руки и больше жизни! Краснодарский край, Сибирь и Порожье, Казахстан и Кавказ и Прибалки-Катожи. Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР! Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР! Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин — это моя страна! Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин — это моя страна! Разорённые церкви, и новые храмы, и Красная площадь, и стройка на память! Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР! Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР! Олимпийское золото, старты, победы — это моя страна! Жуков, Суворов, комбайны, торпеды — это моя страна! Олигархи и нищие, мощь и разруха, КГБ, МВД и большая наука! Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР! О, я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР! Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский, Врубий, Шаляпин, Шагалов, Азовский, Нефть, Алмазы, Золото, Газ, Лот, ВДП, ВВС и спецназ! Водка, Икра, Эрмитаж и ракеты, самые красивые женщины планеты, Шахматы, опера, лучший балет! Скажите, где есть то, чего у нас нет? Даже Европа объединила Союз! Вместе наши предки сражались в бою! Вместе выиграна Вторая мировая война! Вместе мы самая большая страна! Тушат границы, без визы нельзя! Как вам без нас? Зовитесь, друзья! Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР! Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР! Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР! СССР! Спасибо! В 5-м микрорайоне Тихвина на фестивальной площадке через час буквально наступит время джаза! Спасибо, Тихвин, за радушный приём! Спасибо всем, кто сегодня разделил с нами этот праздник! Вся съёмочная группа 47-го канала и я, Марина Челапко, прощаемся с вами! И увидимся ровно через год, теперь уже в городе Сланцы! С днём рождения, Ленинградская область! С днём рождения, Ленинградская область! С днём рождения, Ленинградская область! Победы пламя! Поднимаем России знамя! Пусть время нас бурным потоком несёт! За нами Россия, за нами народ! Традиции святы и тысячи лет! Продолжится летопись наших побед! А если врагов налетит вороньё, И снова Отечество встретит моё! Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем России знамя! Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем России знамя! В этом слове погонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем России знамя! Россия, Россия, в этом слове огонь и сила В этом слове победы пламя Поднимаем Россию знамя Спасибо, с праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok